Добрый вечер, дорогие товарищи! 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 Произвели много, купить некого. Вот наступает кризис. Я хочу обратить внимание, что вот это понятие кризиса перепроизводства, его нужно брать все-таки в кавычки, потому что это перепроизводство и по отношению к спросу, при капитализме спроса как такового нет. А есть какое понятие в реальной капиталистической экономике? Какой спрос на рынке присутствует? Не просто спрос, а выходить кушать. Скажем, у вас есть потребность купить колбасу. Но вы получите колбасу просто так? Нет. Потому что спрос в капиталистической монетке есть платежеспособный спрос. То есть, если вы желаете что-то купить, ну и желаете себе на здоровье. А вот если у вас есть деньги, то есть вы являетесь платежеспособным покупателем. Платежеспособность. Конечно. Поэтому этот кризис при производстве существует по отношению к платежеспособному спросу. Ведь посмотрите, даже внешнее такое проявление, скажем, 30 лет назад у нас существовал дефицит товаров. Проблемы были. Мясо купить, продукты. Сейчас в магазинах завались. Но по ряду показателей у нас что? Потребление продуктов на душу населения снизилось. 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 В магазинах вроде полны всего, а потребляться стали меньше. А почему потребляться стали меньше? Потому что платежеспособный спрос, он вот ограничивает рамки потребления. И платежеспособный спрос, значит, чем он тоже определяется? Определяется. Прежде всего уровень заработной платы населения. Рабочие отработали. На предприятии получили заработную плату, вынесли ее на рынок и покупают товары. Необходимо. Если заработную плату снижают или не выплачивают, то тем самым платежеспособный спрос будет что? Снижаться. Будет снижаться. То есть, вот скажем, низкая заработная плата рабочих или ее не выплата, и такое бывает в нашей экономике, она является фактором, который будет способствовать вот эту противоречию между относительным перенакоплением капитала и низким платежеспособным спросом. Вот вторая мысль, второй вывод, который я хочу вам сказать. Теперь вернемся непосредственно к экономическим кризисам. Вот само понятие кризис, о чем оно говорит. Что такое кризис? Это когда производство падает ниже предшествующего уровня. Вот тогда мы имеем кризис. Вот если, скажем, в этом году, в этом году, производство, объем производства в России будет меньше, объем производства прошлого года, тогда мы констатируем факт о наличии экономического кризиса. Если такого нет, то говорить о кризисе нельзя. Ну, мы должны опираться на факты, не так просто, чтобы, как некоторые журналисты делают, им подать сенсацию. Поэтому они так вольно обращаются с фактами. А мы должны, скажем, достаточно к ним относиться серьезно, завершенно. Вот я, скажем, посмотрел статистику, что у нас получается. Вот в текущем году, в 2008-м, производство в стране продолжает расти. То есть нравится нам или не нравится этот факт, но он присутствует. Значит, за 8 месяцев этого года темп роста промышленного производства составил 105,3%. Может, в сентябре, я посмотрел сейчас прессу, когда готовился к занятиям, я не нашел каких-то данных, говорящих о том, что у нас производство, объем производства стал минусовать, ну, стал падать значительно по отношению, скажем, к предшествующему периоду прошлого года. Второе, значит, характерным признаком экономического кризиса, наряду с падением производства, является массовый рост безработицы. Ну, понятно, когда производство падает, кто за этим следует? Капиталисты закрывают, либо увольняют рабочих, так, либо сокращают производственную деятельность. То есть автоматически из этого растет безработица. Погодите, не спешите. Дойдем и до этого. Вот, наиболее яркий пример из истории развития капиталистической экономики, это кризис, мировой экономический кризис 1929-1933 годов. Его назвали, он получил название в истории Великой Депрессии. То есть более глубокого по своим размерам, так сказать, и последствиям, и тяжести экономического кризиса, так сказать, мировая капиталистическая экономика не знала. То есть промышленное производство упало почти в два раза. В два раза. Вы представляете, вот, если взять, скажем, город Петербург, вот половину заводов закрыть в данный момент. Вот такое было падение. И массовая безработица, цифры называют разные, там, 15 миллионов и больше человек, это колоссальная цифра. Что у нас по России? Так вот, количество безработных за 8 месяцев этого года уменьшилось на 5,5%. То есть, наоборот, наша экономика сейчас испытывает нехватку рабочей силы. Я пока не беру детали, потому что по определенным категориям специальностей там избыток есть, по определенным, нехватка. Но в целом безработица у нас уменьшилась. Более того, вот, скажем, сообщения прошли, что принято решение правительством об увеличении квот на иностранную рабочую силу. То есть планировали на этот год привлечь 1,8 миллиона иностранных рабочих, гастарбайтеров. Не хватает для нашей промышленности. Вот принято решение об увеличении этой квоты до 3 миллионов 200 тысяч человек. И на следующий год запланировано, скажем, привлечение иностранной рабочей силы в еще большем размере. Где-то 3 миллиона 900 тысяч человек. То есть вот эти цифры говорят о том, что экономического кризиса, в его научном понимании слова, как промышленного кризиса, когда закрываются заводы, выгоняются на улицу рабочие, нас в России на сегодня нет. Ну вот один из наших коллег мне задал вопрос. Может быть, эта статистика наша обманывает? Ведь в статистике даются цифры, прежде всего, в денежном выражении. Ведь чтобы увеличить объем производства в денежном выражении, можно ведь реально это и меньше произвести товаров. Просто накрутить цену. То есть, возможно, да, есть такой вопрос. Поэтому я посмотрел по тем данным, которые дает наш Госкомстат в натуральном выражении. То есть, сколько продукции, так сказать, у нас выпускалось за 8 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Взял ряд отраслей, ведущих машиностроение, производство электронного и оптического оборудования и транспорт. 124 позиции. Вот по 77 позициями, то есть это больше половины, имеется рост. То есть, нравится нам, не нравится, мы должны все-таки констатировать факт, это третий вывод, который я хочу сегодня вам сказать, что на сентябрь месяц экономического кризиса, то есть падения производства ниже уровня предшествующего периода прошлого года у нас нет. Нет. Я к тому, что вот надо, скажем так, критически относиться к тому, что пишут. Вот тут я стал посмотреть, в общем, завтра у нас либо крах, либо катастрофа. Либо она уже идет. Вот я не буду дальше продолжать. По торговле. Ну, кроме экономического кризиса, промышленного кризиса, есть экономический кризис, науки, понятие торговый кризис. Ну, когда торговля тоже падает, ниже уровня предшествующего периода. Но торговля у нас лучше промышленности развивалась. Значит, рост 15%, а экспорт с импортом увеличился в полтора раза. Вот. Значит, подведем вот некоторую черту промежуточную. Значит, еще раз я хочу подчеркнуть, чтобы вот вы запомнили. Значит, Россия является капиталистической страной, обычной, нормальной, если можно сказать, настоящей капиталистической страной. Поэтому все внутренние экономические причины, которые порождают экономические кризисы, остаются. Остаются. Но сегодня экономического кризиса нет. Ну, давайте идем дальше. Идем дальше. Значит, в экономике различают сферу производства и сферу обращения. Ну, если попроще, как объяснить, производство там, где производят материальные ценности, производят товары. Это вот заводы, фабрики. А сфера обращения, где эти товары обращаются, продаются. И в сфере обращения есть его часть, кусочек. Это денежное обращение. Это та сфера, ну, в целом всей экономики, где вот двигаются деньги туда-сюда. То есть производятся товары, продаются. И за всем этим следует движение денег. Движение денег. И вот денежные средства, которые в этой сфере обращения совершают свое движение, составляют финансы. Составляют финансы. Эти две сферы, безусловно, связаны в экономике. Но финансы имеют относительно самостоятельное существование. Каким образом это происходит и как это получается? Ну, вот опять я немножко напомню вам начало политической экономии, потому что без этого нам дальше не двинуться. Дальше не двинуться. Что такое деньги? Классическое определение – это товар. Какой товар? Товар. Ну, можно. Это товар, который выполняет или играет роль всеобщего эквивалента. То есть в ходе развития товарного производства из всего мира товаров выделился один товар, в котором все товары измеряли свою стоимость. Он являлся всеобщим эквивалентом для всех других товаров. И эта роль всеобщего эквивалента закрепилась тоже исторически, в ходе исторического развития товарного производства за драгоценными металлами. Прежде всего золотом. Так вот, золото является настоящими деньгами. Настоящие деньги. Затем по мере развития товарного производства появились бумажные деньги. А вот бумажные деньги настоящими деньгами не являются. Они являются тем... Снапом. Правильно. Хорошие есть определения. Бумажные деньги – это знак стоимости. То есть они как бы представляют деньги. То есть есть реальное производство и реальные товары. Вот здесь предположим. Есть настоящие деньги – золото, которые обслуживают, скажем, денежное обращение, вот процесс движения товаров. Есть бумажные деньги, которые как бы представляют настоящие деньги, но сами по себе настоящими деньгами не являются. Это знаки стоимости. И вот давайте на этом остановимся. Что здесь уже можно сделать? Снявков может стать слишком. Уже здесь получается отрыв. Отрыв вот этих денег бумажных. Вот той базы, которой они вообще исторически, теоретически, экономически привязаны. От реального производства. Что сейчас мы имеем в любой стране мира? В любой. В Америке, в Европе, в любой стране. У нас, в России. Есть материальное производство. А в обращении денежного. Настоящие деньги есть? Нет. Настоящие деньги – золото, платина, в виде слитков, частично там, драгоценных металлов, монет находятся в хранилищах центрального банка. То есть в обращении есть только представители денег. Частично в наличной форме. Вот можно бумажку покрыть. А в большей части даже вообще в безналичной форме. На счетах кредитных банковских учреждений. Значит, совершенно верно. Вот первая мысль, я прошу обратить внимание. То есть уже здесь, возможно, заложен разрыв между реальным производством, так, и, скажем, и теми деньгами, и количеством бумажным, и, скажем, и безналичными, которые обслуживают или призваны обслуживать вот это самое материальное производство. Второе. По мере развития товарного производства уже его высший фонд капиталистического товарного производства появилась разновидность денежных инструментов ценные бумаги. Это акции, облигации, ну и ряд других бумаг. Вот что они себе представляют акции. Или те же самые облигации. Вот. Есть капитал. Капиталистическое производство. И он как бы воплощен или присутствует в виде реального капитала. Это помещение, здание завода, станки, которые там стоят. Наконец, рабочая сила. Рабочие, которые работают за этими станками. Это реальный капитал. А есть акция ценной бумаги, которые тоже как бы представляют этот капитал, но в форме уже бумаг. А сегодня вообще в России у нас, по-моему, с 90-го или с 91-го года и выпуск акций бумаги даже запрещен. Они могут существовать только в виде так называемой бездокументарной формы, то есть в виде записей. Есть специальные организации, которые ведут реестры или списки акционеров. И вот в этих больших книгах написано, что Иванов Иван Иванов имеет такое-то количество акций такого-то предприятия. То есть вот там предприятие может быть за тысячи километров. Вот оно реально функционирует, это реальный капитал. А здесь в записях есть акции. Акции. И вот эти акции получают самостоятельную жизнь наряду с реальным производством. Эти акции, что можно делать с этими акциями? Их можно продать. Так ведь? То есть производство существует само по себе, а эти акции могут продаваться, покупаться. Можно взять в банке кредит и эти акции дать залог. Дать залог. Вот второй вывод, который я хочу сделать. Значит, вот эти ценные бумаги, ценные бумаги, они получают самостоятельную жизнь. Они могут двигаться, существовать параллельно с движением реального капитала. Поэтому в экономической науке они получили название фиктивного капитала. Вот пожалуйста запомните очень хорошее точное название таких самых акций ценной бумаги, которые являются представителями капитала. Это фиктивный капитал. Вот в этом термине как раз все хорошо можно попытаться найти ответ на те вопросы, которые сейчас поставлены. То есть есть реальный капитал, который материализуется в зданиях, сооружениях, станках и так далее. И фиктивный капитал, вот эти самые бумажки, которые совершают движение и живут иногда самостоятельной жизнью, оторванной от реального капитала. Можно сразу да. Вот совет директоров предприятия мощное акции, имеют контрольные пакеты акций, имеют плач на производстве, имеют право распределять свою пользу значительные капиталы прибыли и прочее. Вот с одной стороны вроде как эффективный капитал, а с другой стороны имеют большой пакет акций, ты становишься хозяином определенного и имеешь влага сравненность с простым трудящимся на конверном обществе. Эффективный капитал, в этом терм хороший вопрос, смысл какой заложен? Что этот капитал существует как бы наряду с реальным капиталом. Вот эти ваши капиталисты, они являются владельцами реального капитала и вот этого бумажного представителя этого капитала. Бумажного представителя владеют реальным капиталом. Вот чем дело. вот если бы не было реального капитала. Вот смотрите, вот нет. За этим бумажным капиталом в вашем случае стоит реальный капитал. А вот не было бы этого реального капитала, тогда эти бумажки были бы фикцией до поры до времени. То есть можно было что-то делать определенный финанс Мы вот сейчас дойдем до этого. То есть вы задали вопрос как раз по ходу того, что я хочу сказать дальше. Третий момент. Идем дальше. Сущностью капитала является получение прибавочной стоимости. Тоже основы политической экономии. То есть его самовозрастание. Его самовозрастание. Так вот этот капитал, выраженный в акциях, как может его самовозрастать? То есть цена акций может увеличиваться, если растет реальное производство. Так? Растет реальное производство, соответственно акции, которые отражают или выражают этот капитал, также поднимаются в цене. Но кроме того, цена акций может расти и независимо от того, что творится на реальном производстве. За счет каких-то действий владельцев этих акций на финансовом денежном рынке. Ведь при одинаковой стоимости акции могут продаваться по разным ценам. Это тоже закон товарного производства. Можно увеличивать производство. И тогда цена акций будет расти. А можно совершить какие-то операции. И вообще вот колебание цен на акции, колебание цен на акции, это явление свойственное капиталистическому товарному производству. Поскольку в основе его лежит вот эта сила, игра рыночных сил и его анархия. Анархия свободного рынка. И вот когда акции продаются, то получается разница между ценой покупки акций и ценой продажи. Если она положительная, тогда тот, кто продал их, получает прибыль. А если отрицательная, он получает убыток. Ну вот это такой некоторый механизм. Я немножко в сторону отошел от главного курса и от главного направления сегодняшнего занятия. Ну вот он дает возможность совершать финансовые спекуляции. Ведь все операции с ценными бумагами, они по своей сути, есть операции спекулятивные. И вот это само слово спекуляция, оно общее французского происхождения. И как раз появилось тогда, когда стал зарождаться капитализм. И у нас на сегодняшний день существует система механизмов капиталистической экономики, которые призваны это делать. То есть у нас созданы институты, создана фондовая биржа, различные инвестиционные компании. То есть на сегодняшний день в нашей российской экономике капиталистической есть все необходимое, чтобы заниматься этими операциями. Значит, пока я опущу вопрос, каким образом это происходит. Вот давайте в ходе, с учетом вашего вопроса, рассуждаем. Вот один капиталист, владелец акций, продал свои акции другому капиталисту. Что потеряло производство? Или что приобрело? Вот что оно потеряло? Ничего. Ничего. Потому что это деньги, которые заплатил капиталист, скажем, владеющий акциями какого-то завода. Контрольный пакет, неконтрольный пакет акций, другой вопрос. Он кому деньги заплатил? Куда деньги попали? На предприятия? Нет. Они попали другому человеку. Реально производство ничего не потеряло от этого. Оно как продолжало работать, так и продолжает. Потому что прибыль потекла в другую сторону. Нет. Это потом будет. Совершенно верно. Это потом. Если прибыль, если будет создаваться при 2-й сумме, если она создается, то и прибыль будет идти вот этому владельцу, новому владельцу акций в виде дивидендов. В виде дивидендов. Но смысл так же покупать. Смысл? Вот сейчас мы будем разбирать. Это финансовый пейс. Что вот мы имеем вот с учетом сказанного на сегодня? На сегодня наша экономика российская, она не такая, как вот ее пытаются изобразить, как экономика, где полностью идет игра рыночных сил, существует какая-то рыночное регулирование стихийное и так далее. Наша экономика все-таки оставалась обобщисленной и главную роль на сегодняшний день, решающий роль, играет крупный капитал. Крупный капитал. Поэтому то, что у нас творится, это попытка вот этого крупного капитала, российского, немного поживиться, много поживиться. Не только за счет реального производства, а прежде всего за счет того, чтобы сыграть вот на уровне повышение, понижение цены. Тем более обстановка-то благоприятная. Где начался этот финансовый пейс? В Америке начался. Соответственно, психологически или, так сказать, морально, сознание здесь готово. Те граждане, которые, так сказать, имеют эти акции. Имеют акции. Поэтому были предприняты определенные действия, определенные действия с крупным капиталом, которые привели к тому, что стоимость акции у нас стала резко падать. Резко падать. Соответственно, возникла определенная паника биржевая, финансовая, определенных слоев населения, прежде всего других капиталистов, крупных, мелких и не очень мелких. Возникли трудности у них финансовые, потому что экономика взаимосвязанная, экономика взаимосвязанная. Вот возьмем, скажем, банковскую сферу, которая мне более-менее известна, лучше, чем другая. Вот уже прозвучало, что два банка, а именно связь банк и Китфинанс, оказались на грани банкротства. На грани бронкома, банкротства. То есть, что с Китфинансом? Это инвестиционный банк. Вот как банк функционирует, так по-простому. Он привлекает денежные средства населения и других капиталистов. И размещает их кредиты. Вот, скажем, вы представили банку тысячу рублей. Вклад, депозит неслили. Он этот тысячу рублей, я опускаю вопросы того, что отдаются обязательные резервы и так далее, кому-то дал в кредит. У вас возникло желание эти деньги снять. Вы пришли банки и хотите досрочно расторгнуть депозит. Можно ли он вам дать? Если есть. Естественно, правильно. Если это вы не принесли, еще по тысяче рублей. И в нормальной обстановке, когда нет таких кризисных ситуаций, то банк без проблем возьмет эти деньги на межбанковском рынке. Другие граждане приносят депозиты. Еще кто-то. Акционеры вносят капиталисты и так далее. Но в период кризиса, в период кризиса, когда банки, другим банкам, не дают, денег на рынке нет, у него возникают проблемы с тем, чтобы проводить платежи. Так вот, Кирчинанс, он значительную часть средств, привлеченных средств клиента, вложил в акции. Надеясь на то, что цена акций у нас росла в последние годы. И через какое-то время он продаст эти акции и получит прибыль. Получит прибыль. Но как раз получилось наоборот. Цена акции пошла вниз. И он стал получать убытки. Он не смог справиться со своими обязательствами. И оказался на грани банкротства. На грани банкротства. Ну вот, переходим к следующему этапу, к следующей части. Что те события, которые произошли в России, что они подтверждают? А то, что сейчас в нашей экономике не игра стихийных рыночных сил, а сознательные действия крупного капитала. То есть, по сути дела, мы имеем пример, когда крупный капитал у нас регулирует нашу экономику. Нашу экономику. Вот некоторые цифры я приведу. То есть, любой капитализм, он развивается каким образом? Капитализм свободной конкуренции. Затем капитализм есть, определяющую роль играют акционерное общество. Это монополистический капитализм. И затем дальше государственно-монополистический капитализм. Вот наша Россия за короткий период, почти 20 лет, да, развития капитализма, вот проходит гораздо более высокими темпами вот этот путь развития. Вот по банкам. В эпоху первоначального развития капитализма, если это можно назвать так, нас насчитывалось 2,5 тысячи банков. Это 90-е годы? Да, от начала 90-х годов. То в этом году, вот по статистике, еще 1300. Почти в два раза меньше. Меньше почти в два раза. То есть идет процесс укропнения и банков, и промышленных предприятий. Этот процесс называется процесс обобщисления. Он идет в форме концентрации капитала и централизации. То есть на сегодняшний день в России определяющую роль в экономике играют, прежде всего, крупные монополии, крупный капитал и государство. И государство. Ну вот давайте посмотрим, значит, кому вот эти кризисы оказались, окажутся выгодными. Кто от них выигрывает? Ну, прежде всего, тот финансовый капитал, который это дело организовывал. Понятное дело. Кто проиграл? Кто проиграл? Ну, можно сказать, другие. Другой крупный капитал, который вовремя не сориентировался. Так. И у кого не хватило. Да, у кого не хватило. Значит, вот данные Центрального банка России. Значит, убытки банков, ну, здесь не приводится, какие именно. Вот, вот эти переоценки цены бумаг, ну, от падения их цены, составили 52 миллиарда рублей. 52 миллиарда рублей. Ну, с учетом того, что вот мы, так сказать, рассуждали, как сообщающихся сосудов, если кто-то потерял 52 миллиарда рублей, то кто-то их должен получить. Второе. Значит, широкий круг средних и мелких собственников также потеряли. Также потеряли от этого. В силу того, что, ну, постоянно идет движение, эти акции покупаются, продаются. Если они покупили по более высокой цене, то сейчас вынуждены продавать по более низким ценам. А при продаже акций фиксируются реальные либо доходы, либо убытки. И третье, самое, наверное, главное для нас и важное, потеряли все трудящиеся. То есть те люди, которые живут на заработную плату. Почему? А потому что государство в целях противодействия вот этому развивающемуся финансовому кризису бросило денежное обращение в значительную денежную массу. Вот последние данные, которые приводят, принято решение. Вот вчера, сказать, президент Медведев озвучивал, что будет оказана помощь только банковской системе в размере почти одного триллиона рублей. Сумма громадная. Сумма громадная. Если в экономику вбрасывается денежная масса таких размеров, то что происходит? Совершенно верно. Инфляция, которая и так существует у нас в экономике, она подстегивается и увеличивается. И это сразу почувствовали только по итогам сентября. Только по итогам сентября. Значит, среднесуточный прирост цен увеличился в два раза по отношению, скажем, к кампусу. Значит, планировался темп инфляции на 2008 год где-то, по-моему, меньше 10%. Или в пределах 10%. Сейчас уже говорят о какой цифре. 15%. 14-15%. То есть вот эти события финансового кризиса привели к тому, что инфляция у нас вырастет в полтора раза. Это что значит? Все те, кто живут на одну зарплату, реальная их заработная плата уменьшится. То есть уменьшится и на 10%, как планировали, а? Полтора раза. Но опять-таки, кто эту разницу получит? Да, это точнее сказано, покупательная способность. Ну или реальность содержания заработной платы уменьшится из-за роста цен. Значит, эта разница кому-то ляжет в карман. Кто-то недополучает, кто-то ее получит. Вот что сейчас происходит и произойдет в итоге вот этого продолжающегося финансового кризиса. Но не только есть негативное. Мы, как сказать, должны смотреть с точки зрения геологики. Есть и положительное в финансовом кризисе. А именно то, что он приводит в соответствие вот эту оценку ценных бумаг оценку ценных бумаг со стоимостью тех реальных товаров, которые они представляют. То есть вот образно, по-простому, я могу так, как сказать, образить эту ситуацию. Есть реальная экономика. Это заводы, фабрики, материальные ценности. И этому, этой реальной экономике, должен, так сказать, соответствовать определенный объем вот этой денежной массы, представителей денег. Но в силу того, возвращаясь к началу лекции, что они получают самостоятельную жизнь, что здесь существует крупный финансовый капитал, который желает, да, нагреть руки, вот эта часть постоянно раздувается, постоянно увеличивается. Ведь если акция растет в цене, это не значит, что, скажем, этот рост цены соответствует росту реального производства. И вот это вздутие, как мыльный пузырь, рано или поздно приходит конец. Вот по оценке профессора Линдона Лароша, известный экономист, он проводил расчеты, и пришел к выводам, что на сегодняшний день только 15% бумажных денег, которые обращаются в экономике, обеспечены реальными ценностями, а именно промышленным производством, полезным ископаемым и прочим. Значит, остальные 85% это что такое? Это вот это временное вздутие денег. Сейчас происходит обратный процесс во время кризиса. Во время кризиса падение цен на акции означает, что их цена приводится в соответствии с тем реальным объемом материальных ценностей, производства которых существуют. То есть вот это положительное. Положительное в финансовом кризисе. И четвертое. Четвертое. Финансовая нестабильность, разумеется, она беспокоит государство, которое призвано прежде всего преследовать, обеспечить интересы не какого-то отдельного капиталиста или группы капиталистов, а всего класса в целом. Понятно, что правительство, президент понимает, что это ненормальная ситуация, нормальная, они принимают меры. Принимают меры. И вот из этого, какой вывод следует? Мы сейчас остановимся более подробно на этом. Сразу утекает. А то, что вот те либеральные рецепты, что государство не должно вмешиваться в экономику, которую нам на протяжении многих лет пытались долбить голову, все еще деньги. Ну, вы так сказали. Ну, правильно, по сути. Они не сработают. Не сработают. Ликвич, так удивительно. В принципе, банки сейчас свои деньги, правильно? Ну, ты как бы пушинь со своими деньгами самый распространенный. Как каждый человек получил свою зарплату, идет там тратик, правильно? А почему государство тут начало ему там давать деньги, чтобы ты там не обеднил у нас? Интересное дело. Раз он обеднил, значит, вот игра рыночных сил, правильно? Ну, так сказать. Ну, честно сказать, все, ты же рынок. Тебя купили, если не. Это говорит о том, что у нас-то экономика как раз не такая. Она крупная обобщисленная экономика, и которая без государственного регулирования не может существовать. Если его нет, вот мы придем к тому, что пришли. Или она ослабляется. Вот эти крейсы будут неизбежны не только финансовые, но и экономические, промышленные и торговые. И вот и весьма интересная реакция прежде всего западных государств, руководителей, правительств, президентов, премьер-министров западных государств. Ведь, в принципе, вот эти идеологические догмы о том, что свободный рынок должен регулировать экономику, оттуда к нам пришли, прежде всего из Америки, да? или подкинуты там, или пришли, неважно. Но как только они почувствовали, что там проблемы возникнут посерьезные, вот эти все, вот этот идеологический хлам, а другого слова здесь найти, он тут же был выкинут. Вот эти словеса тут же выкинули мгновенно, за борт, и приступили к активному государственному регулированию экономики. Банк линии национализирует банк. Совершенно верно. Вот продолжение ваших тем, я не буду, сказать, обо всех мирах говорить, продолжение, сказать, того, что вы сказали. По идее, да, вот банк, частная контора, она должна отвечать, нет, ничего подобного, ничего подобного. Значит, все государства, практически все крупные сейчас приняли решение о том, чтобы повысить государственные гарантии частных, банках. В Англии уже 50 тысяч фунтов стерлинга, да, в Соединенных Штатах Америки принимается решение, чтобы 200, все вклады в размере до 250 тысяч долларов гарантировать государству. Вот как только там заговорили, раз, ирландское правительство, оно приняло решение гарантировать все вклады, независимо там от размера, от количества, шести крупнейших банков Ирландии. Дело доходит до анекдота, что это решение распространялось на филиалы этих шести ирландских банков, расположенных в Великобритании. И как только это решение было принято, если бы ирландские банки понесли. Совершенно верно. Начался отток депозитов из английских банков, английских граждан, да, граждан Великобритании. Были ирландские банки, и поэтому премьер-министр Великобритании выступил там с нотой протеста через ирландском правительстве. Дальше идем. Вот Германия, крупнейшее, да, крупнейшее бюджетное государство выступает 5 октября канцлер Ангела Меркель и говорит, а мы гарантируем все частные вклады во всех банках Германии. Вот так вот. Вы знаете, у меня такое впечатление, как она забивала такой гвоздь в гроб идеи стихийного рыночного регулирования. У нас в России то же самое. Вот в первом чтении принят в Государственной Думе закон о повышении суммы гарантии, повышении размера вкладов, по которым действует государственная гарантия до 700 тысяч рублей. Да, почти 20. А так же ипотека за квартиру там миллионы надо. Да нет, это не другое. Владимир Владимирович, это совсем другой вопрос. Речь идет о гарантии на депозиты, то есть на вклады в гроб. А ипотека это кредит, это совсем другое. Совсем другое. Если вы внесли вклад в размере сейчас 100 тысяч рублей на сегодня, речь идет о том, что если любой гражданин сегодня внес вклад в любой банк, входящий в систему государственного страхования вкладов, ну и почти около тысячи банков, 100 тысяч рублей, то в случае банкротства этого банка он получит обратно 100 тысяч рублей. Через некоторое время, естественно, после прохождения процедуры банкротства. Но получено. Здесь хотя бы основной получитель. Основной массы. Вот. То есть вот эти кризисы имеют еще и второй плюс, то что вот они как бы показывают нам, что на самом деле. Вот здесь какой-то идеологический хлам, да, там разговоры о стихийном рынке, и что реально делают. В обычных нормальных условиях, когда нет кризиса, вроде как-то это незаметно, это государственное регулирование. Но в годы в период кризисов оно и рельефно, и выпукло проявляется, и видно. Все как один. За короткий промежуток времени, буквально за две недели, столько принято решений, сказать, о мере государственного регулирования. Буквально вот весь комплекс, весь комплекс применяется сейчас активно, лихорадочно, поспешно, сказать, правительство всех и государств, включая Россию. Ну вот давайте пройдемся. Прежде всего национализация. Ну понятно, да? Ну казалось бы, везде говорят, нет, надо, сказать, отдать наоборот. Наоборот, да. Значит, вот Соединенные Штаты Америки национализировали два крупнейших агентства, инвестиционных агентств, ипотечных агентств, с которых, в общем-то, там формально началось это движение кризиса. Европейские правительства ряда государств принимают решение о национализации банков. Причем иногда это делается напрямую, когда государство выкупает, иногда косвенным путем. Вот эти два банка, которые в России, ну фактически оказались банкротами, они куплены государством опосредованно. То есть связь банк купил Внешнеэкономбанк. А Внешнеэкономбанк это акционерное общество, где контрольный пакет принадлежит государству. А Китфинанс, сообщение вчера проследовало, будет куплено группой компаний РЖД и АВРОС. Это фактически государственная компания. Вот какие еще существуют методы для урегулирования ситуации, ну скажем, по России. Значит, Центральный банк нашей России фактически уже в первую неделю, когда начался финансовый кризис, снизил нормативы обязательных резервов для банков. Что это означает? Когда вкладчик приносит деньги в банк, открывает счет либо на депозит, либо на текущий счет, то с каждых 100 рублей любой банк должен определенную сумму отдать Центральному банку фонд так называемых обязательных резервов. Этот фонд обязательных резервов устанавливается Центральным банком. Он бывает 5%, 7%, 8%. В зависимости от ситуации Центральный банк регулирует это дело. Вот он на 4% снизил нормативы этих обязательных резервов. Это значит, что те деньги, которые были отданы коммерческими банками, Центральный банк, были возвращены обратно, для того, чтобы поддержать ликвидность, ну то есть денежную составляющую этих самых коммерческих банков. Второе, государство в первую очередь поддержало банковскую систему. Я повторяю, миллиарду, можно отдельный пример привести. Из этих 950 миллиардов рублей, которые выделены на поддержание кредитных организаций, 500 миллиардов получит Сбербанк, 200 с лишним миллиардов не Фторбанк, 25 миллиардов рублей получит Русельхозбанк и 225 миллиардов перепадут остальным коммерческим банкам, которые удовлетворяют условиям правительства и Центрального банка. То есть достаточно устойчивые имеют рейтинги и так далее. Внешне экономному банку выделено 50 миллиардов долларов. Большая сумма более триллиона рублей. Для того, чтобы поддержать на плаву те банки, которые взяли на Западе кредиты и сейчас не могут их как бы возобновить. То есть кредиты надо гасить, надо платить проценты, надо возвращать. Как правило, для того, чтобы это сделать, брали новые кредиты. А сейчас на Западе резко отказали там займить проблему. Вот государство выделяет 50 миллиардов долларов. И вообще здесь чаще явление Центральный Банк России принял решение о беззалоговом кредитовании наших банков. Уникально. Без залогов. Вообще кредит получить без залогов нельзя, да? Надо сдавать залог. Это обычное явление. Обычное явление. То есть обеспеченность кредита является одним из принципов кредитования. Сейчас вот не до жира быть бы живым. Принимается решение, чтобы без залогов выдавать. Ну не всем, конечно, банкам. Называлось достаточно большое количество банков, которые могут получать в Центральном Банке кредиты без залога. Вот. Ну давайте подведем некоторые итоги. Некоторые итоги заканчиваются. Значит, финансовый кризис, он непосредственно затрагивает только сферу обращения, то есть финансовую сферу, о чем я говорил в начале реакции. Но он оказывает негативное воздействие на производство. Безусловно. Безусловно. И вот о чем вы говорили, и мы это, кстати, видим из сообщений прессы, что уже последовала реакция непосредственных производителей. То есть ряд металлургических компаний заявили о том, что будут корректировать свои производственные программы в сторону снижения. Автопроизводители, вот я читал о том, что ГАЗ и Автоваз объявили о приостановке на никто на неделю, кто на две недели, ряда конвейер. Это значит, что намечается снижение объема производства. Но последует ли за тем, что за этим финансовым кризисом какой-то обширный крупный промышленный кризис, вот я сейчас не могу сказать. Это может быть, а может не быть. То есть посмотрим, как будут развиваться события. Но вообще, вообще, вот и второй вот, что вот этот кризис, он дает громадный толчок развитию экономического и государственного регулирования экономики. То есть, я повторяюсь, буквально за две недели столько было принято решений по государственному регулированию экономики, которые, в общем-то, за годы не проявлялись, или как-то все это было не афишировалось, тихонько делалось. И в зависимости от того, как будет, скажем, активно, насколько активно государство будет принимать свои, сказать, государственные методы регулирования, будет зависеть исход этого финансового кризиса. Перебросится ли он, станет ли он глубже, перебросится ли он на производство или торговлю, ну, посмотрим. Но, во всяком случае, однозначно, ослабить негативные последствия финансового кризиса, это может, безусловно, может. Ну и последний вывод. Вот экономический кризис, да любой кризис, он расчищает поле для нового экономического подъема. Вот, возвращаясь к началу лекции, капиталистическое производство идет циклами. Цикл это от кризиса до кризиса. После кризиса следует фаза депрессии, то есть, когда производство не поднимается и не падает. Затем идет фаза оживления, после тяжелого удара, после тяжелого кризиса, вот как в боксе нокаут сделает, человек падает, какое-то время лежит, не двигается, вот депрессия. Затем начинает немного головой пошевелить, подниматься на одну ногу, на одну руку. Паза оживления. Затем идет резкий экономический подъем. До какого периода? До следующего кризиса. Совершенно верно. Что касается финансового кризиса, то он тоже произвел глубокий переворот, если не в экономике, то сознание сознанием. Поэтому я бы так вот сказал, у нас не крах экономики на сегодня, а крах идеи свободного рынка, как регулятор современной, крупной, общественной экономики. Спасибо за то, что послушали. Я закончил. готовы ответить на вопросы, если такие есть. Или мы можем подискутировать. Пожалуйста, у нас занятия. Нет, просто и доставали. Вопрос. А политическую составляющую кризисов и в том числе перспективы политического развития мировой экономики можно тоже интерпретировать, что они идут и в итоге даже в тупику, что надо менять более высокую систему организации. политической, экономической и в частности и в том числе системе, в которой он живет. Вот давайте вспомним Владимира Ильича Ленина. Вот он писал о том, что за капитализм свободной конкуренции идет империализм, или монополистический капитализм. За ним идет следующая ступенька государственно-монополистический капитализм. А вот между государственно-монополистическим капитализмом и социализмом никаких промежуточных ступеней уже нет. И вот то, что мы наблюдаем сегодня, это активное государственное регулирование экономики, это о чем говорит? На Западе уже существует государственно-монополистический капитализм достаточно развития крупного общественного общественного. Но вот переход в социализм все-таки он уже скажем так, для перехода в социализм там нужны другие условия. Объективность субъективная, которая не является предметом сегодняшнего занятия. Я думаю, давайте мы поговорим об этом на следующем занятии. И вот по финансовому кризису, я думаю, мы можем продолжить этот разговор. Политически составляющий таблиц. Товарищ это неделя счет и палаты к обеду, а сегодняшняя свежая пишет, что спад табличного производства просматривается нашими соответствующими аналитиками. Кризис этот тоже нас заменит прилично. Поживем, я бы так сказал, исключать того, что будет спад производства, нельзя. в Ахместерах строить говорим с кризисом что мы даже стадион первого доделывали там еще долго делать. Одна фирма бросила, другая будет там делать. Так вот, он говорит, мы даже миллиарды еще там удорожали строительство, мы, наверное, сэкономим, потому что вот в связи с падением спроса цемент дешевеет, арматура дешевеет. То есть, я как его понял, вокруг стройки замирает. Здесь на складе есть цемент, есть арматура, здесь дешевое. То есть, где-то Ахместер Иванович, а вот как я сам посмотрите, просто такой пример, я вот знаю, у меня знакомая она в этой сфере вращается, вот цены на недвижимость, да, скажем, они там существуют, да, но он как бы спрос падает, вот, а она говорит, что фильмы даже, говорит, они хотели бы сбросить цену, то есть, только начинают как бы там пускать, приезжает толпа с автоматом, говорит, ну куда? И заставляет силы держать. Это пример чего? Это регулирование экономики крупного капитала. Да, потому что, естественно, автоматчики, это естественно из банка приехали, это не с какой-то там, кто вложился, главным это делал, чтобы деньги получили. Не важно. Пример вот, я просто прогулярую, никогда не... То есть, уже и рады, там, и так, и сяк, там, бесплатный подарок, чего-то, ищет, а вот не дают, и все цены. Хороший пример монополизации, еще какие-то вопросы. Вот у меня одного вопроса. Я вот стал, работе академии, надо работать на такие примостные лечения, жизни, там, сколько, сколько должен зарабатывать, сколько получать. Так вот, я вообще, что-то не верю, что дом с вами будет, и я ее считаю, как защитный уграмм, потому что это сложнейшие вопросы, связанные с конкретным производством, на конкретном участке. Потом, ну, как бы сказать, откуда это взять, чтобы заплатить рабочим домдобучим, миллионы, или сколько там действует. Для этого можно, получается, что, телеву поставили вперед лошади. Надо, значит, какие-то, ну, вот я скажу, мне приходилось бывать на оперативку, там, решаются вопросы, там, производства, там, столько вопросов, что, хоть не приходи туда, кто-то того нет, этот заболел, этот не пришел, этот, этот материал, или этот, что-то сложнейшие вопросы. И вдруг, вот найти какие-то результаты этого рабочего, которые... Вот откуда вы это взяли, это вам кто сказал. Я вам приведу один простой пример. Есть два морских порта. Санкт-Петербургский порт и Гамбургский порт. Минский, скажем, по уровню производительства, труда, оснащенности, техники, и они где-то рановестные. Ну, может, там, чуть-чуть повыше замуж. Так вот, заработная плата докеров до 10 тысяч евро, что в переводе на рубли означает 350 тысяч рублей. Значит, могут капиталисты платить 350 тысяч рублей в месяц рабочих? Могут, а у нас не платят. Это говорит только о том, только о том, что прибыли у наших капиталистов сформируются не только на счет прибавочной стоимости, но и на счет того, что они изымают часть необходимого труда у рабочих. И второй вывод, который доказывает это. На Западе капиталисты, чтобы стать миллиардерами, сколько им нужно понадобилось в 10 лет и столетий, чтобы стать миллиардерами? Много. А у нас миллиардеры за сколько лет сформировались? За 10 лет. За 10 лет. Скажите, пожалуйста, а какие вы пути видите выходы из кризиса? А вот тот путь, к которому вы сейчас пошли, это активное развитие государственного регулирования, то, что можно реально сделать в туристической экономике в современных условиях. Одну правду по этому кредиту, в 41, который отсылает. Весне количество покупателей и жилья сократилось в 30-50 рублей. Вот так. Негативное влияние финансового кризиса на конкретно отрасли строительного, строительного мероприятия. То есть мы не должны ставить задачи невыполнимые. Сейчас нельзя ставить, скажем так, задачи переходить к социализму и, так сказать, использовать какие-то социалистические методы управления, поскольку нет социализма. У нас сейчас социализм, какой капитализм. И реально, скажем так, сейчас ситуация, у нас два пути. Либо будет мощь, так сказать, активное государственное регулирование экономики, либо не будет. И будет стихия рынка, и будет обвал, и прочее, прочее, прочее. А вы не рассматриваете, что сейчас Россия идет уже по революционному пути? Вот, понимаете, что вообще революция совершает рабочий класс, да? Вот, вот, да, да. Для того, чтобы он совершил, он должен быть готов. Вообще, для начала, он должен быть. Если в стране нет, скажем, рабочего, то есть нет заводов, нет заводов, пускай даже капиталистических, а других не может быть в капиталистической стране, рабочего класса не будет. Значит, не будет той материальной силы, которая сможет совершить революцию. Поэтому сегодня, мы объективно заинтересованы в том, чтобы в стране строились, пускай даже капиталистический завод. Потому что там будут рабочие, которые начнут с забастовочной борьбой, мы будем вносить в них статистическое сознание, и вот тогда можно будет ставить вопрос. Скажите, пожалуйста, а в каждом человеке вы не видите потенциального рабочего? В каждом смысле? Да, ну в каждом, ну в каждом. Ну вот Чубай, например, рабочий днём не видит, как вы считаете? Человек тоже. Ну я имею в виду, вот в каждом нашем... Нет, конечно. ...не любите. У нас классы в обществе, два класса. Есть класс капиталистов, есть класс рабочих. Ну это всё понятно, что вы... Не может быть так, чтобы не было класса рабочих в настоящее время? Есть, как раз. Но сабы. Организации. Сабы дезорганизованы. В том числе дезорганизованы тем, что на протяжении многих лет у нас заводы разрушались, не платили людям, не давали работу, не платили зарплату, разъединяли. Вместо того, чтобы работать там вместе, в одном цеху мы выходили, неполкульчики продавали вещи, на городах картошку выращивали. Вместо того, чтобы тянули, что можно продавать тоже. ...вот сейчас вот ещё вы сказали, что у нас вроде как нет кризиса. Производство растёт. По сравнению с прошлым годом. Нет промышленного кризиса. Да. Есть ли там суть? Если сравнить с прошлым годом, а если с 90-го года всё равно? ... Ну, это ближайший вопрос. Вы знаете, вот тот кризис, это не промышленный кризис, который является частью капиталистического цикла. А тогда у нас что было? Убокий социально-политический кризис. Те, что социализм был разрушен, неуместный кризис. Неуместный, так сказать. И шёл капитализм. Это другой кризис. Значит, производство... По статистике цифры такие. В прошлом году денежного выражения, военцовый, то есть воловой национальный продукт, достиг и превысил уровень 91-го года. А дел промышленного производства... 92-го или 90-го? Ну, либо 90-го, я не помню, этот точек отчёта. Ну, самый критичный... 90-го года. Какая самая... 90-го года. Значит, 90-го. А я с 21-го года. Пик поднёжит, значит, 90-го. А объём сельскохозяйственного и промышленного производства в прошлом году не достиг ещё уровня 90-го года. То есть, это только говоря о том, что капиталист за 20 лет вот ещё не может дойти до уровня... Российский капитализм нынешний за 20 лет не может дойти до уровня 90-го года. А в деле, что выражение это не очень, так сказать, чётко определять, потому что нагрузка денег... Совершенно верно. А когда деньги, она, правда, геребнатура, как-то считает. Относительно... Глобус на... Просто в системе как можно сравнивать тот и этот? Какие методики-то? Ну, вот, смотри, вот, большой-то амут в русском садовске. Там в конце есть некоторые шифровки методики. Ну, что-то... Берёмся в сопоставление сцены с учётом тембов. Опять, очень сложно. Да нет, жаднеба инфляция. Как-то всё равно считают, что-то болтает. Считают, как-то. Ну, других источников нет у нас, поэтому... Виктор Иванович, а может это бы немного частного образа? Потому что у нас на работе зашёл такой разговор, ну, в спорт. Ну, там, человек один знакомый, говорит, вот, хочу деньги в банк платить. Я говорю, так зачем ты их туда положишь? Я говорю, представляешь, тебе, вот, скажем, там, ты положишь, тебе заплатят там 10%, а инфляция 18%. То есть 8% ты потеряешь. Я говорю, если ты купишь, скажем, те же самые евро, по ним была дана инфляция 5%. Даже если ты их будешь дома хранить, ты потеряешь меньше 5% вместо 8%. А он говорит, нет, такого быть не может. Такого вопроса, как вы? Ну, я говорю, кто сейчас прав? Я, в принципе, прав? Мало ли, вредно. Нет, я здесь не советую. Нет, 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 нет. Это чисто теоретически. А вот про губерну правильно посчитали, да. Ну, то есть по проценту вообще вы правильно, да? Какие сейчас вилка ставок, скажем, на депозиты на год? Ну, от 10 до 13%. Есть 11, 12%, на инфляция сколько будет в этом году? Ну, кто-то не знает. Вы скажете. Вы называете 14-15%. Это уже звучит из уст членов правительства, скажем, на должностных лиц. Может и больше. Значит, вы получите 11% инфляция съест, у вас 14%. 4%. То есть реальное содержание где-то денежная масса уменьшится на 4%. Чайно купить нечего, мебель там. Ну ладно, сейчас нам всякие. Играрность просто всякие. Вот мы констатируем, что у нас из года в год происходит выбирание населения. Это тоже является приемлемым того, что все-таки кризис государства существует. Ну вот мы возвращаемся к тому вопросу, что вы задали. Да, вот в стране произошел самимистический кризис. Он продолжается. То есть все эти наши подъемы и падения происходят в рамках вот этого гробального кризиса, с которого мы пока... Но то, что сейчас происходит, это финансовый кризис, свойственная капиталистическая экономика. Он периодически, это он, по-моему, третий у нас. И он организованный. Следует тоже взять общерку. Я думаю, как хозяева, господа, они прибыли свои все равно за счет государства, народу полудит. Они регулируются в том числе. Совершенно верно. Ну что, давайте, наверное, закончим на сегодня. Я думаю, мы на следующем занятии продолжим обсуждение. Спасибо. Продолжение. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова